Радио 13. 3W. Радио 13.ру. 13. Жизнь прекрасна и удивительна. За гранью реальности. Друзья, мы возвращаемся. Да. Так, ну что, был разговор о чакрах. Да, очень кратенько. Мы говорили о том, что, ну, собственно, нижняя чакра, да, это нижний канал, который формируется по, скажем так, страсти, да, по тому, что называют животными инстинктами, первобытной страстью. Далее, поднимаясь выше, да, у нас идут каналы, скажем так, готовности либо неготовности сформировать с человеком родовые связи, да, готовность к неготовности, к семье, к продолжению рода, да. Да, поднимаясь выше, на манипуру чакру, там может сформироваться канальчик, скажем так, про который говорят, вот, мерится, да, кто в доме хозяин, кто в паре главный, да, скажем так, это выяснение власти, да, выяснение позиции партнёров в паре, да, главенствующей зависимой. Почему-то, к сожалению, да, вот странная такая тенденция, сейчас девушки стремятся занять такую ведущую позицию, подавляя юношей. Ну, это, по-моему, давно было. Да, вот странно, странно, почему это происходит. Ну, кстати, действительно, в последнее время вот женщины активизировались каким-то волшебным образом. Интересно, к чему мы придём с этим, да, собственно, сами подавляют мужчину, а потом удивляются, почему они подавлены, ну, фарадокс. Ну, ничего. Почему мужчины кричат в зеркало? Да, сегодня вот как раз, если мы дойдём до этого, дам небольшой заговор на усиление мужской красоты. О-о-о-о! Мальчики! Почему-то стал пользоваться популярностью в последнее время, да, очень многие обращаются, вот, а есть ли что-нибудь для усиления мужской привлекательности? Ну, мне кажется, сейчас уже даже... Артистов много стало, как я наконец-то сказал. Может быть, а вообще в салонах красоты, на самом деле, уже даже не 50 на 50, а уже даже больше в мужскую сторону, поэтому здесь ничего удивительного. Мальчики и масочки уже разбираются нормально, как делать. Вот уже перебор. И реснички, ну, перебор, не перебор, но салями, как говорится. Да, следующий уровень, это самый основной уровень, да, на мой взгляд, конечно, вот, не знаю, можно сказать, что устаревший такой, да, взгляд мамонта первобытного, почему-то он сейчас не особо основным считается, к сожалению, у большинства. Это уровень сердца, да, это уровень любви, это уровень анахата чакры, вот оно, основное взаимодействие, да, то есть, по идее, основной, это наиболее накачанный канал должен идти от сердца к сердцу человека. Ну, и, собственно, далее, вот, способность договориться, да, способность понять, почувствовать друг друга, говорится, настройка телепатии, да, когда любимые чувствуют, что происходит друг с другом на расстоянии, да, это вот более высокий уровень. И, собственно, первичное, да, что можно сделать, если человек вам нравится, если вы готовы строить с ним отношения, да, если вы хотите ему немножечко проявить себя, да, обратите внимание на себя, это подышать всеми уровнями, да, в направлении этого человека. То есть, представьте, что у вас вот по всему телу такие семь окошечек, да, ну, можете заглянуть куда-нибудь в интернет, в книжки умные, да, посмотреть, где расположены чакры, да, так локализация. Так я почему-то себя сейчас представила. Если это вам необходимо, да, ну, можно не заморачиваться, в принципе, да, семь окошечек по телу, вот, собственно, от макушечки, да, до, скажем так. Нижней чакры? До корневой чакры, да, до уровня копчик. Вот, откройте эти окошечки, да, и начинаете, вы вдыхаете воздух носиком, выдыхаете всем телом вот в такие же окошечки этого человека. То есть, я понимаю, просто надо представить, да, что ты это делаешь? Да, представьте перед собой образ этого человека, да, дышите, не обязательно, чтобы он находился рядом, да, потому что, если вы увидите, объект своего, скажем так, мечтания, вожделения, да, вместо того, чтобы разговаривать, вы начнете активно дышать. Я думаю, что... Можно просто испугать, издуть так, что он уже не вернется. Дорогой. Да, либо вы, извините, правильно поняты, исключительно на уровне нижней чакры. Поэтому... Да, вот, дышите с фантомом, с фотографией, да, это, скажем так, заполнение энергии всех канальчиков, это образование связи, образование общего эгрегора, да, эгрегор формируется из сгустков вашей энергии над вашими головами, некое энергетическое облачко вашей любви, да, вот, собственно, напитываете его, это самое простейшее, да, это то, что не требует никаких подручных средств, да, вот, увидел, понравился, представил перед собой образ и дышишь. Так, я так понимаю, что каким образом это работает? Вот, вливаешь свою энергию вот в этот... Образование каналов, на самом деле, на энергетическом плане образуются такие хорошие, ну, собственно, можно их тоже помогать себе, можно визуализации, такие, как шланги от пылесоса, да, вот, от окошечка к окошечку человека, да, вот она связка, семичакровая связка. А что с тем происходит? Это не приворот, это не приворот, скажем так, это... Помощь, помощь на начальном уровне, это образование, скажем так, дополнительной энергии для ваших отношений, а дальше уже как пойдет? А дальше уже все будет зависеть от умения общаться, да, от головы, там, от нахождения, там, либо отсутствия общих тем и так далее. Ага. То есть это привлечение внимания. Так, ну, опять же, будьте внимательны, не дышите сразу на всех, да, особенно находясь где-нибудь, там, в клубе, да, на какой-то вечеринке, потому что... А что будете делать потом, если привлечете всех? Танцевать. Танцевать. Со всеми сразу. Да, со всеми. Сразу. Давайте мы сделаем тоже. Вот Селин Дион на настоящий момент. За гранью реальности. Да, друзья, за гранью реальности. Я думаю, в продолжении разговора для тех, кто вновь только что к нам подключился, надо напомнить, кто у нас в гостях. Да, в гостях, друзья, у нас сегодня Екатерина Ситникова, и мы говорим о маленьких, любовных, магических хитростях. Маленьких и не очень, да, и не очень, да, и не очень тоже. Так, ну и, конечно же, вот Павел Вулканов. Милу Мишна, Милу Мишна, Милу Мишну, да, и Милу Мишну, мало ли вдруг кто-то, кто это там. Людок, скажи кря. Кря. Он молодец. Спасибо. Ну, сейчас у нас Милу Мишну прибыла специально для того, чтобы на ней опробовать ритуал, да? Конечно. Не опробовать, а просто продемонстрировать прямую. Конечно, да. Вот так и подставок. Она у нас будет подопытная Мила. Ага. То есть можно уже приступать. Конечно. Да. Что мы будем сейчас делать? Что мы будем делать? Ну, во-первых, хочу сказать, что очень хороший период сейчас, просто замечательный, да, потому что буквально недавно у нас состоялась новолуние, да, сейчас растущая луна. А все хорошие ритуалы на прирост чего-либо, в том числе и на привлечение любви, нужно делать на растущей луне, да. Вот если мы хотим избавиться там от кого-то, там, да, разорвать отношения, там, да, вот выгнать человека из своей жизни, это на убывающей луне. Поэтому сейчас у нас, да. А, Катерина, для совсем тупых, как я, растущая луна в какие числа? Это, вы знаете, это, как говорится, интернет вам в помощь, да, набирать. К лунному календарю. Пазлы на сегодня, да, это просто. То есть все, на самом деле, очень просто, ничего там не нужно высчитывать, да, для, скажем так, новичков, вот, интернет всегда подскажет, вот, поэтому вы можете даже заглянуть, посмотреть, наверное, на фотографию. Я вам скажу, что сегодня новолуние, второй лунный день. Да, то есть свеженькая у нас, свеженькая растущая луна. Эти и нет практически еще. Да, она рождается. Да, вот видите, сейчас даже у нас айфоны подсказывают, все про луну, про погоду, поэтому здесь абсолютно очень легко заниматься магией, да, узнавая, когда, выбирая подходящую фазу. Да, собственно, что вы можете делать в ночь, да, а почему именно в ночь? Да, ну, ночь я бы вам посоветовала все-таки проводить с вашими любимыми сущностями, да, с вашими любимыми людьми. Да, правильно. Да, да, соответственно, устраивая им там праздник, там, ночь с шампанским, да, ночь любви, но у кого-то, кого-то нет, да, но очень хочется привлечь, что можно сделать в полночь с 13-го на 14-е февраля. Хотя все, на самом деле, очень-очень условно, да, потому что, ну, 14-е февраля – это не магический день, да, он нигде там, вот, скажем так, в космических каких-то, да, календарях там не зафиксирован. Ну, люди придумали, можно развлекаться. По большому счету, этот ритуальчик можно делать на растущую луну в любое время суток. Ну, просто ночь почему-то считается такой, ну, более серьезной, магической. Ну, ночь же все-таки. Ну, по крайней мере, мало кто видит темно. Да, вот можно взять две свечечки, да, на самом деле, если вы планируете практиковать, да, какие-то магические штучки, так, периодически, да, не углубляясь во что-то страшное, запаситесь красными церковными, церковными свечами, да, почему церковными, причем это независимо от того, какой религии принадлежит человек, делающий этот ритуал, да, просто мы живем на территории православного эгрегора, мы обязаны его уважать, чтить, заручаться его поддержкой всячески. Несмотря на то, что ты буддист. Да, несмотря на то, что там, да, буддисты, мусульмане, да, то есть у меня, скажем так, я полирелигиозно, скажем так, ну, не буду сейчас, да, углубляться. И православное крещение тоже было, в жизни состоялось. Значит, берете две красные свечечки, они продаются, красные свечи в храме продаются обычно на Пасху. Да, именно красные. Именно красные, желательно, на любовь вот желательно красные, да, активация. Красные, более энергоемкие, да, по цветовому спектру, да, по силе энергии, по силе эмоций. Значит, что мы делаем, да, ну, естественно, чтобы никто не мешал, да, там, можно в такой торжественной обстановке. Вот, не где-то набегу, там, ни в транспорте, ни на улице, то есть сесть, сосредоточиться, представить одну свечу собой, да, то есть наделить ее, надеть на нее свой образ, да, на другой свечу образ вашего возлюбленного, которого вы хотите привлечь, еще раз оговорюсь, что это не приворот ни в коем случае, это, скажем так, я бы это описала как дать шанс отношениям, да, то есть это вот дать шанс на начальном этапе. А частичку человека не надо, ну, там, волосок, например, нет там, не усилит это? Это уже будет внедрение личностей, да, я не сторонник, скажем так, жестких насильственных мер, все лайтовое, безопасное, да, не противоречащее душим силам и воле человека, не угнетающей волю. На одну свечу говорим, что свеча, нарекаю тебя именем дочери Божьей, да, произносите свое имя, да, и тебя, свеча, нарекаю именем сына Божьего, произносите имя вашего возлюбленного. Берете свечечки, ну, желательно заранее подготовить подсвечничек, в который вы их поставите, да, вот, соответствующий размеру, диаметру свечей, берете и начинаете их скручивать, да, то есть предварительно можно их нагреть в руках, чтобы воск был более мягким, да, просто начинаете их свивать, да, вот в такую вот плетеночку, и пока свиваете, приговариваете, как свеча к свече гнется, клеится и льнет, так бы дочь Божья, ваше имя, да, и сын Божий, имя вашего возлюбленного, да, или наоборот, там, если делает молодой человек, да, то сначала свое имя, потом и возлюбленный, так бы они друг к другу льнули, клеились, встречали и привечали друг друга, и ныне, и во веки веков, аминь, аминь, аминь. Да, после этого вы ставите вот такую плетеночку красивую в соответствующий подсвечничек, зажигаете и даете сгореть полностью, и смотрите, что происходит. Как быстро такое помогает? А по-всякому, по-разному. Нет, ну как, ну сжегка через год или сжегка через там к вечеру? Ну, желательно, чтобы человек при этом, ну, скажем так, знал хотя бы о вашем существовании, да, естественно, если вы не знакомы, да, там, увидели какого-нибудь Брэда Питта, да, или кого-то еще там по телевизору, и вот не сработает. То есть нужно добавлять еще общение с этим человеком, да, и нужно как-то быть расположены к нему. А человеку вообще нужно говорить, что я вот сделал вот такое вот? Нет. Нет, ни в коем случае. После брака. В коем случае. После брака тоже не нужно. После свадьбы, вернее. И после свадьбы, на самом деле, не советую. А вот тут такой вопрос, а если я неверующий? Не важно. Не важно. Если очень хочется, да, если очень хочется, то можно использовать. Да, это лучше, чем пойти к какой-нибудь там бабульке или дедульке, да, которые вот сделают, скажем так, черный переворот на крови, там, со сроком 3-5-15 лет, да. Ну, и, собственно, после этого просто жизнь, здоровье, отношения людей, да, будут разрушаться, уничтожаться, а то и, скажем так, повиснет угрозу несчастных случаев. Ого. Так, а вот какой вопрос пришел, значит, кроме дыхательных упражнений, блюда или напитки можно зарядить для объекта вожделения? Да, безусловно. Очень хорошо. Видимо, вопрос пришел от специалистов. Ну, наверное, да. От коллеги, либо, скорее всего, от ученика. Метра Гоновича. Метра Гоновича. Да. Спасибо за вопрос. Метра Гоновича. Очень интересно, приятно. Можно зарядить, и, опять же, я, по-моему, говорила об этом в прошлый раз, что у нас ручки, по большому счету, у всех от рождения обладают целительной силой, да, проводят целебную энергию. Если у нас не засорены энергетические каналы, в нас входит поток космической, божественной, вселенской, да, как угодно можно назвать, энергии, доходит до уровня сердца, выходит через ручки, да, то есть мы вот такая звездочка пятиконечная, если расставить ручки, ножки. Поэтому можно держать бокальчик, да, либо там какой-нибудь продукт, яблоко. Вот, кстати, яблоко считается магическим продуктом, фруктом издревле, да, на Руси, ну, видимо, потому что наиболее распространенный, да, в наших широтах. Фрукт наделялся магической силой. Очень хорошо вот подержать в ручках яблоко, думая о любимом человеке, и если вы уже на какой-то стадии общения с этим любимым человеком находитесь, да, как-то вот, как-то взаимодействуете, можно закрыть глазки, подержать яблочко, наговорить на него слова любви, да, добрые посылы, можно подышать в это яблочко, да, там, ну, хотя бы сердечком, ручками, да, желательно, вот, конечно, всеми вашими окошками, всеми чакрами, затем взять, разломить его, не резать ножом, да, не разрубать эту связь, а вот, ну, яблоко нет, микрофон ломать не буду, ну, примерно вот, да, разделить ногтями, веточки разломить и предложить половинку любимому человеку, вот, про себя проговаривая, что как половинка от половинки далеко не отделяется, так бы это далеко от меня не уходил, был бы рядом со мной, любил бы думал обо мне, аминь, 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 да. А вот, меня вот что-то интересовало, вот такие вот специальные формулировки, да, или как аффирмация, да, называется это, как-то, это обязательно условие, или это можно вот... Своим текстом от себя сказать, да, потому что, например, чтобы это все запомнить, надо переслушать этот эфир, слава богу, он записывается несколько раз. Ты знаешь, хорошо, если эфир, а вот я, например, вот такие талмуты встречала, там, вот, 380-10 способов, там, ну, можно к определенному дню, нужно готовить, не сразу все учить, а так, за 10 лет... По большому счету... А, ну, если за 10 лет, то да. Расскажу случаи жизни, да, вот, из своей юности, скажем так, вот, как говорится, да, сама ведьма сама попалась. Собственно, неожиданно вспыхнула любовь вот к моему мужу, да, мне было 18 лет, и как-то так, ну, я была студенткой, и так между делом, да, в общении, вот что-то, я помню, какую-то книжку мне не то читали, не то он мне передавал, и потом раз, а, я ему передавала почитать книжку, и он мне как бы в знак благодарности так достает из сумки красное яблоко, смотрит на него, разламывает и отдает половину. Мы все, поженились. Вот так, друзья, это действительно серьезный случай из жизни, поэтому даже простое, разломленное, вот он, кстати, сейчас смотрит, вот, и дети смотрят, да, и он смотрит, вот, вижу, вижу реакцию. Ну что ж, друзья, если ваш партнер или партнерша еще не решаются на брак, яблоко вам в помощь. Ну, как минимум, да. За гранью реальности. И, да, друзья, за гранью реальности. За гранью реальности. Ох, друзья, ну что, переходим. Итак, друзья, о чем говорим и что в ближайшие 10 минут 15 от нас ожидать? А мы переходим к практической части. О, так это самое интересное. Вот у меня с собой такой волшебный мешочек, да, с подсказочками. Ну, я не буду показывать, что там еще, да, тут всякие полезные там подсказочки, там, с записями, с ритуальчиками. Так иногда очень интересно, да, так руку запустить. Ну, не знаешь, вот человек приходит, там, да, спрашивает, так думаешь, ну, что бы ему сделать хорошего? Руку запускаешь, и вот что вытянется. Такая русская рулетка, магическая рулетка. Там же хороший. Там все хорошее. Значит, на нас будем пробовать? Нет, нет, наверное. Пробовать не будем. Пробовать не будем. В общем, всем хочется попробовать. Да, на самом деле, я сейчас просто буду рассказывать, зачитывать. Вот, потом, ну, под запись давать не буду. Там могут попасться очень долгие, длинные. Я думаю, что все смогут прослушать записи эфира, что они воспользуются. Ну, конечно, конечно. Давайте посмотрим, что там. Так, 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 друзья, барабанная дробь. Из мешочка вам сегодня. Что же нам сегодня достанется? Какая магическая хитрость? Что я вам такое расскажу? А, расскажу я вам вот про что. Ну, это вот для девушек. Да, к сожалению, это для девушек. У нас здесь много девушек. Да, да. Просто мужчины иногда тоже хотят что-то такое интересное. Для мужчин, я думаю, что тоже что-нибудь интересное достанется. Кстати, как и внешность улучшить, по-моему, было бы. Попробуем это поймать. Я помню, помню. Попробуем это поймать, да. Это, скажем так, ритуальчик такой небольшой, не страшный, абсолютно не страшный, абсолютно безвредный, но очень хорошо работающий, очень хорошо помогающий наладить отношения, ритуал на привлечение будущего мужа. Ого. Вот это, мне кажется, очень так актуально. А, то есть не просто любимого человека, да, а именно мужа. Именно мужа, да. Но учитывая, что сейчас понятие муж-жена, брак, брак официальный, гражданский, церковный, да, это все очень размыто, да, поэтому, ну, как? Кто как себе представляет слово муж? Понятно. Тот и попотется. Понятно. Тот и привлечется, да. Так вот, что можно делать. Заварить чай в большой чашке. Обычным, совершенно обычным способом, да, чашку большую. Обычный чай. Желаете себе много счастья, да, большой, хорошей чашки, кружки. Доставай чашку. У меня вот уже. Хорошо. Значит, горячим кипяточком, да, можно, ну, можно заварить, то есть можно чайную церемонию устроить, можно обычный пакетик бросить, да, это уже кто во что гораст, у кого что под рукой, кому насколько там лень, не лень, да, заниматься своим счастьем. И вот на пар, идущий из чашечки, вы наговариваете следующее. Налью я чаю, да народ созову. Приходи ко мне всяк, не урод, не дурак. Приходи ко мне в дом, стань товарищем потом. Да и в свет приглашай, не глупи, не плашай. Мне чай сладкий пить, а удачному знакомству быть. А пустых, да хмельных, да не умных, да чужих, чтоб ко мне не хаживала, не приваживала. Слово мое крепкое и лепка, аминь. Ну, собственно, после остывания чай выпить самой. Кипяток глотать не будем, вот, побережем свое горлышко и остывший чай выпить, ни с кем не делясь. Ага. Ни в коем случае. Ну, посмотреть на результат. Кстати, вот, кто будет делать, пишите о результатах, очень хочется обратной связи. Друзья, можете писать, что у нас на сайте, что в группе ВКонтакте. Пишите с удовольствием. Да, я думаю, что мы сделаем тему, да, отдельную тему для программы «За грани реальности», а вы, друзья, уже отписывайтесь. Ага, что у нас здесь еще такое интересное. Вот, опять же, чтобы скорее выйти замуж. Опять, вот, для девушек. Эх, девчонки, вам фартит сегодня? Ну, как-то да. У нас и больше. А перевернуть зеркально нельзя, да? А это для девушек. Это вот именно девушка, да. Здесь вот символы такие используют. Ну что, Лидон, бери следующую чашку. Нет, здесь понадобится горсть зерна, которую нужно принести в дом. С этим сложнее. Да. Ну, купить зерно в магазине. Ну, зерно какое? Вот пшеничное? Ну, пшеничное, да? Пшеничное зерно, да. Вот, чтобы скорее выйти замуж, принести в дом в городе зерна, положить в укромном месте. То есть спрятать, да, чтобы там никто не взял, не достал, веником не вымел, да, чтобы домовые не съели, там, кошки, собаки не разнесли. И пока кладете, переговариваются. Как мать-земля эти зерна народила, так и в жизни моей любимой появится. Судьбой своей со мной свяжется. Аминь. Собственно, оставить эти зернышки до прихода, любимый человек. Под диван можно? Подметать не будешь? Нет. Нет, нет. Если не будешь, то можно. Ну, я к тому, что, ну, там, за шкаф куда-нибудь. Подметать, пылесосить. Вот за шкаф. За шкаф, да? На шкаф. Чтобы уже точно не тронал. На шкаф. На шкаф, да, да, да. Я раз в год, точнее, за пыль не смахивать. А сколько хранить надо? Пока не роженишься? Ну, да, собственно, пока все не случится. Пока не посчитается, что в жизни все уже нормально, можно. Можно и пыль протереть. Можно и пыль протереть уже. А то вдруг высокий. Или высокая. Ох, вот это очень. А шкафы. Опа, низкий, да. Большой. У нас достался длинный. Пыль скомковалась. Ну что, для парней-то будешь что-нибудь? Да. Вот опять вот для девушек на знакомство с будущим мужем. Так. И, собственно, вот 14-го числа можно это сделать. Можно и с 13-го на 14-е. Но делается это перед тем, как вы соберетесь выйти из дома. Ну, можно там на свидание, на встречу, да, с любимой, когда соберетесь. Ну, смотря ночь, там, день у кого как. И понадобится ваша обувь, в которую вы пойдете. И обувь должна быть чистая. Вот как-то, опять же, повод помыть, почистить. Помыть ботинки. Если ботинки, сапоги. Да, то есть, соответственно, ну, любая сезонная обувь. Людмила, что у тебя с обувью? Сезонная обувь. У меня все в порядке, она чистенькая. Ритуальчик этот можно повторять. Ну, и, собственно, как вот те, о которых мы говорили. Они могут выполняться многократно. Ну, там, да, пришел один муж, там, побыл, там, надоел на другого. Это шутка. Это шутка. Ну, к сожалению, это тенденция. Каждые шутки есть. Увы, это тенденция социума, поэтому, да, приходится подстраиваться. Поэтому я шучу вот так скабрезно. Собственно, но не забывайте, что делаем мы это на растущей луне. Берете обувь, в которую собираетесь выйти из дома, да, пойти на свидание к любимому или в то место, где. Предполагаете встретить любимую. Обувь чистая должна быть, да, помыть, почистить. Ставите перед собой на стол. Садитесь, смотрите на эту обувь и произносите следующее. Вот выйду я из дома. Передо мной пять дорог. На одной дороге сто человек, все они не мои. На второй дороге пятьдесят человек, все они не мои. На третьей дороге двадцать стоит. И снова не к ним я подойду. На четвертой дороге всего пять меня ждет, но ждать им всем не дождаться. А на пятой дороге единственной, мой любимый и суженый. Как к нему я подойду, обниму, полюблю, так вернусь я с ним в дом, чтобы жить, поживать, чтобы любить, целовать, чтобы детей нарожать. Дай мне, Господи, встретить его, отца нерожденного дитятка моего, во имя отца и сына и святого духа Аминь. По-моему, прекрасно. Я же дар речи потерял. А я пока слышала... Старинное, скажем так, проверенное, да, годами, веками поколениями. На работу так нельзя. Ладно, шучу, это тоже в решетке. Попробуй, отпишись, потом не пробовала, честно говоря. А с работы. Вот такая у нас трансформация ритуала, тут по-быстрому происходит. Заговор на мужскую привлекательность, вот повезло вам. Ну, да, вот у тебя первый раз. Да, для мальчиков. Но все внимание. Людмила? Не к тебе теперь. Опять же, период лунный, да, растущая луна должна быть, но читается на рассвете, то есть перед утренней зорькой. Когда она сейчас рассветает? На сколько? Слушайте, это сложно. Часов девять, по-моему, сегодня начало светать. Часов там шесть, да, около шести. Сегодня часов девять. Да, поздненько, поздненько, к сожалению. Потому что меня сегодня разбудил код восемь, но я чувствую, что-то вот как-то темно. И начало светать где-то через полчаса. Около девяти. Ну, да. У меня морской свин начинает раскачивать клетку в половину пятого утра стабильно. Не, ну, просто страшно, наверное. Когда святает, когда не святает. Ага. Так вот, собственно, заговор на мужскую привлекательность. Утром вы читаете его. Читать можно, ну, собственно, хоть каждый день на растущую луну, да, вот вплоть до полнолуния. Встану помолять, выйду перекрестясь через дверь за дверь, через ворота за ворота, в чистое поле на восток. Там сам Иисус Христос. Скажи мне, Иисус Христос, как всем людям добрым стать? Посылает Христос к старцу старому, мудрецу премудрому. То скажи мне, старец старый, как всем людям любым стать? По Христову наставлению, низу упрямился старец, сам стал говорить. Чтоб полюбил меня раба Божьего, имя произносите. Всякий человек. И младенцы малые, и мужи, и девки красные, и молодухи. Тем словам, наговорный восток замок, запад ключ, ныне пресня во веки веков, аминь. Запомнили? Ой, нет, это, пожалуй, прежде переслушать эфир. Ну, я думаю, что в записи это можно будет переслушать. Но да, он долгий, длинный, но очень хорошо рабочий. Это вот на конкретного человека, или это вообще? Или на всех, на старый молодой? Да, да. Конкретно мужчина читает на себя для того, чтобы располагать к общению с собой, быть привлекательным, но и для девушек в том числе, в первую очередь, как для девушек. Ну, и вообще, да, усиление восприятия. Друзья, если вы неуспешны в жизни, почему-то вас не замечают, вы там тренируетесь, я сам на обаятельные, привлекательные, но только вот в другом варианте. Ну, примерно так. Вот Артем нам написал, что восход завтра 8.59, друзья. Вот, отлично. Реальности. Страшно. Да, что-то. Он меня каждый раз выбивает как-то из себя. У вас может быть это страшно, да. Даже мне страшно. Там уже Фонар написал в самом начале, да, что... Нельзя так пугать. Бойтесь, бойтесь, друзья. По крайней мере... Практически секретный материал. Да, по крайней мере, вы будете точно знать, что это программа за гранией реальности. Друзья, у нас... Не много времени, извини, Паша, не много времени осталось, и, по-моему, там Екатерина хотела что-то такое, да? Да, там такая подсказочка вытащилась хорошая здесь. В гостях у нас Екатерина Ситникова, народный целитель, член-корреспондент Российской ассоциации профессиональной и народной медицины РАН. Да. Я просто напоминаю, мало ли кто-то только что подключился, не в курсе. И сегодняшнего дня еще член клуба «Экстрасенс». О, как. О, как. У меня, кстати, в ВКонтакте выложена ссылочка. Жду отзывов, наконец-то, своих клиентов, пациентов и учеников. Ага. Маленькая подсказочка для мужской красоты выскочила. О, как. Отлично. Очень хотели, очень ждали, да, здесь. Людмила, и снова ты отдыхаешь. Так вот, опять же, да, растущая луна, незабываемая растущая луна. Если делать все это на убывающую, да, то вы просто эти качества обнулите в себе. Ну, конечно, да, не пострашняйте, не состаритесь сразу, там, не потеряйте любимых, там, ну, временное какое-то проседание может пойти по этим параметрам. Утром на стакан святой или родниковой воды наговаривается. Если нет святой воды, то, опять же, храм вам в помощь, да, можно в любом храме взять. Если, вот, нет возможности или лень, да, или вспомнили только, там, за 10 минут до рассвета, ну, нужно сделать срочно, да, то, ну, можно быстренько на скорую руку. Хотя, конечно, на скорую руку нехорошо делать, да, изготовить, ну, некий аналог святой воды, да, это сосуд с водой, в принципе, с любой водой из-под храна, положить серебряный предмет. Ну, ложечку, кулончик, цепочечку, да, в принципе, вот зарядка будет происходить. Но желательно, если заряжаете воду сами, то не менее, чем сутки, да, ну, вот на скорую руку. Кстати, вопрос, вот, в крайнем случае, серебряным своим нательным крестом можно? Можно. Почему нет? Серебро, материал, в принципе, скажем так, вбирающий в себя всё, да, то есть, вбирающий и обезвреживающий. То есть, это чистый металл, это не золото, которое отталкивает энергию, да, он очень хорошо вбирает и перерабатывает. Вот, что вы не бойтесь, что вы испортите, да, что-то такое. Я этого не знал, я абсолютно профан, но это мне неинтересно. Я не знал, что золото отталкивает энергию, а серебро убирает. Золотые предметы очень хорошо носить для усиления своей энергетики. То есть, на них практически невозможно прописать какую-то зарядную программу. Даже если человек будет пытаться навести там какую-то порчу, проклятие на золотое кольцо и подарить его вам, берите смело, потому что... Если предмет без камня, да, потому что камни энергетику и программки выбирают, выбирают информацию. Но если это чистое золотое кольцо, ничего страшного, ничего страшного. А на серебро пишутся программы, это материал такой вот, да, восприимчивый, иньский, женский, да, поэтому будьте осторожны. А именно поэтому обручальные кольца золотые и гладкие, ну, в стандарте? Я думаю, что да, именно поэтому. То есть, без записи посторонних программ, как бы отталкивающие, да, мы же носим на руке, то есть мы как бы отталкиваем, по идее, должны отталкивать и партнеров, да, всех посторонних, которые приходят в брак. А платина? Ну, тоже самое. Тоже отталкивает, да? Тоже, да, тоже отталкивает. Вот. Ну, в общем-то, еще издревле считается, что если ведьме преподнести какой-то серебряный предмет, да, небольшой, то она вас не тронет, не обидит. У меня очень интересный был случай этим летом. Отдыхала с детьми в одной из теплых стран, не буду рекламировать. И вот там девушка русская, и как-то вот она сразу, меня немножко испугалась, я так поняла, почувствовала, что что-то тут не так, немножко с ней разговаривали, вот, немножко я ее почистила, да, там, кое-что подсказала, и на следующий день она мне подарила серебряный кулончик серебряного эльфа. Так, возьми, 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 а то я обижусь. Я поняла, что она боится, вдруг я сделаю что-то плохое. Нет, я плохого не делаю, потому что про кармическую отдачу я знаю. Ну, было приятно, кулончик хороший. Екатерина, буквально чуть-чуть осталось времени, поэтому вот. Да, для мужской красоты, утром на стакан святой лерниковой воды, наговариваем слова, идут две девицы с водой из кореницы, воду пролили на меня раба Божьего, имя свое, красоту напустили, и пьете эту воду по одному глотку, натощак, на растущей луне, да, вы удивляетесь так просто, не все. Пока пьете, приговариваете следующее. Как младенец Иисус был Богородицей омовен, так я на красоту благословен, от морщин, от пятен бородавок огражден, а несказанной прелестью награжден, ну, соответственно, огражден, награжден, да, можно здесь варьировать, воду пью, красоту беру, и трижды аминь. О, здорово! Все просто, но работает очень хорошо, на самом деле, пробуйте. И в заключении, контактики, и как связаться, чтобы мы... Контактики, ну, во-первых, сайт www.alazorna.ru Это почта, лазорна собачка, Яндекс.ру, ну, и, собственно, ВКонтакте. ВКонтакте у меня очень много. ВКонтакте есть ссылочка на сайт Академии Шестое Чувство. Ну, и, в принципе, там же ВКонтакте и на сайте можно найти и вот контактный телефон. Да, я не буду возвышать сейчас, но кому нужно найти. Вы можете, в общем, к нам в группу найти, зайти, мы сейчас обязательно напишем сайт, по крайней мере, группу ВКонтакте. Да. Екатерина у нас на страничке. Ну что ж, друзья, у нас в гостях была Екатерина Ситникова. Мы очень рады к этому приходу. Я тоже очень рада. Будем с удовольствием приглашать тебя еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова